Всем привет! Начну я с самой главной новости, которая касается развития тяжелоатлетики у нас в России, которые произошли на этой неделе. И эту неделю можно считать черной или, если уточнить, пока еще серой. Это отстранение, не дисквалификация пока, а отстранение Международной Федерации Тяжелоатлетики наших 12 топовых спортсменов. Да, несколько из них уже не выступают на соревнованиях, они закончили свою спортивную карьеру, но остальные являются чемпионами России, призерами России, призерами международных соревнований и даже Олимпийских игр. Это тот топовый состав, который выезжает на международные соревнования. И многие зададутся вопросом, сколько же можно продолжаться всему этому, разного рода дисквалификации, санкции, которые касаются нашей сборной, когда же настанет предел и почему это так происходит. И сейчас давайте, ну все в принципе логично, давайте я вам сейчас выстрою такую хронологию, почему произошло то отстранение, которое касается именно вот этих 12 спортсменов, почему так произошло. Что это не какой-то сюрприз или заговор, или как многие говорят, специально перед чемпионатом мира наших спортсменов стараются, как конкурентов избавиться от них, либо запугать остальных, еще как бы действующих спортсменов, которые остаются в рядах и естественно поедут на чемпионат мира и будут выступать. В 2016 году были опубликованы две части доклада Макларена о применении допинга с российскими атлетами, утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта, в том числе на Олимпиаде в Сочи. И что в России якобы существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывавшая атлетов. И вот в предыдущем видео, где я рассказывал про Мутко, в том числе говорилось, что Мутко является как бы самым главным лицом при формировании вот этой и работе этой системы. Федерации тяжелоатлетики России еще восьми стран 30 сентября 2017 года были отстрелены международной федерацией от участия в международных стартах на один год за нарушение антидопинговых правил. Ранее представитель МОК заявлял, что сокращение олимпийских квот в тяжелоатлетике на играх 2020 коснется представителей тех национальных олимпийских комитетов, у которых есть проблемы с допингом. Таким образом, у сборной России есть право выставить на олимпийских играх в Токио двух участников, каких вы знаете, один мужчина, один женщина. И далее 7 января этого года ВАДА сообщила, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные с формированной лабораторией. Почему 7 января? Потому что одним из условий возвращения РУСАДы к полной работе было предоставление вот этой лаборатории московской до конца 2018 года. Но так как были, видимо, праздники, то было это предоставлено 7 января этого года. И раз санкций никаких не было, видимо, ну все нормально, новогодние праздники это возможно. И как результат, 2 июля ВАДА объявила о передаче международным спортивным федерациям первой партии информации по данным из московской лаборатории. Речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения. Ну отсюда видно, что 2 июля ВАДА предоставила, и пока международные федерации внимательно изучали документы, вот только сейчас поступили вот эти отстранения. Первая пятерка, которая была отстранена от участия в соревнованиях, это Давид Биджанян, Олег Чен, Руслан Албегов, Егор Климонов и Тима Туреева, все эти спортсмены действующие. И они были отстранены по статье 2.2 международных антидопинговых правил, которая говорит, использование или попытка использования спортсменам запрещенной субстанции или запрещенного метода. Ранее Албегова и Чен уже отстраняли от соревнований за нарушение антидопинговых правил, но в феврале 2018 года отстранение сняли. И давайте вот посмотрим статусы наших спортсменов. Биджанян, двукратный чемпион Европы 12-13, трехкратный призер чемпионатов мира 13-14-15 год, Чен, двукратный чемпион Европы 13-14. Кроме того, он трижды завоевал серебро на чемпионатах мира 11-13-15. Албегов, Бровензовый призер Олимпиады 12-го года, чемпион мира 13-14. Климонов выиграл серебро на чемпионате Европы 19-го года. Туреева, чемпион мира 13-го, Европы 14-го. Все эти спортсмены не просто вышедшие на международную арену и ставшие призерами или чемпионами. Это все те спортсмены, которые являются двигателем сборной, которые на протяжении многих лет постоянно выезжают на международные соревнования и являются таким костяком, локомотивом, на который равняются молодые наши спортсмены и которых в какой-то степени боятся за рубежом соперники в своих категориях. Следующее отстранение касалось семерых наших спортсменов. Это Евстюхина, Лапиков, Малегов, Могушков, Шейко, Коновалова, Абуев. Дмитрий Лапиков является двукратным серебряным призером чемпионатов мира 6-го, 9-го года, призер Олимпийских игр. Евстюхина, трехкратная чемпионка мира 11-го, 13-го, 14-го года, также является призеркой Олимпийских игр. Могушков заявал серебряную медаль чемпионата Европы 15-го года, Малегов дважды брал медали чемпионатов Европы 14-го и 17-го года, Шейко дважды брал серебро на европейских первенствах 12-го, 13-го года, Коновалова заявляла серебро чемпионата Европы 12-го, 14-го и Абуев становился бронзовым призером универсиады 13-го года в Казани. Теперь давайте посмотрим комментарии, которые дала ВАДА по поводу этого случая. ВАДА довольно заявлением Международной Федерации тяжелоатлетики, в котором говорится о правосудии для тех, кто, возможно, обманул их спорт. Мы ожидаем большего от федераций, которые начали дела на основе доказательств, полученных от ВАДА. А вот что сказал президент Международной Федерации Тама Шаян по поводу этого случая. Наша федерация сожалеет об этих допинговых случаях в нашем спорте, которые произошли несколько лет назад. Мы отмечаем, что тяжелоатлетика является далеко не единственным видом спорта, на который повлияла история с российскими допинговыми нарушениями, которые были выявлены информаторами СМИ и ВАДА. Однако мы можем быть удовлетворены тем, что Международная Федерация еще раз продемонстрировала нашу решимость защищать чистый спорт и продвигать честных спортсменов. Мы не колебались при принятии решения. И вот как прокомментировал случившийся президент Федерации тяжелоатлетики России Максим Агапитов по поводу этих случаев, по поводу возможного участия или неучастия на предстоящей Олимпиаде, ну и другого. Сейчас я зачитаю. Он сказал, учитывая политическую ситуацию, все возможно, но с другой стороны должен соблюдаться принцип индивидуальной ответственности. На каком основании нашу тяжелоатлетику могут лишить еще одной Олимпиады. Мы уже пропустили игры в 2016 году и объявленные сегодня возможные нарушения случились до 2016 года. Поэтому я даже не думаю о том, что нас могут не пустить в Токио. Здесь вполне логично. Я думаю, что так и будет рассматриваться. Все вопросы на эту тему следует задавать, конечно, прежнему руководству нашей национальной федерации. Все крутится вокруг ситуации, которая сложилась в 2012-2014 годах. Далее он сказал, нет никакой уверенности, что больше никого из спортсменов не отстранят. Нет. Понятия не имею, что было в 2012-2013 и 2014 годах. Отношение к подготовке спортсменов не имел, не руководил федерацией. Это подарки из прошлого от предыдущих руководителей федерации. В какой-то степени, сюрприз, мы узнаем о решениях Международной Федерации из писем чуть раньше, чем это становится известно всем. Идет оповещение со стороны Международной Федерации в письмах. Есть дата, до которой можно подать апелляцию. Юристы этим вопросом занимаются. Это хорошо, что подключены юристы. Это означает, что решение этого вопроса будет вестись в правовом поле. И естественно решение окончательное будет единственно правильным. А вот насчет того, что Максим Агапитов не имел отношения к руководству федерации в 2012-2014 годах. Здесь есть неточность, потому что Максим Агапитов входил в исполнительный комитет Федерации тяжелоатлетики России с 2010 года, а с 2014 являлся ее вице-президентом. Ну и комментировать я эти статусы не буду. Додумывайте сами, что это означает и что он мог знать и имеет, как он высказался, понятия не имею, правда это или нет. И на фоне отстранения наших спортсменов продолжаются дисквалификации наших штангистов. В данном случае на 8 лет дисквалифицирована Диана Мстиева за повторное нарушение антидопинговых правил. Она уже в 2014 году была отстранена на 2 года. Диана Мстиева является серебряной чемпионкой Европы 2017 года, чемпионкой Европы 2019 года и серебро на универсиаде 2017 года. И есть еще одна дисквалификация, тоже на 8 лет, это у Александры Самойловой. Ей сейчас 19 лет. В 2017 году ей было присвоено звание мастер спорта и впервые я вижу в средствах массовой информации информацию про тренера, где сказано, что 68-летний тренер спортсменки Виктор Самойлов также дисквалифицирован на года. То есть мы видим, что дисквалификация спортсменов касается не только их самих, но и тренерского состава, которые имели отношение к подготовке спортсменов. И от новостей российской тяжелоатлетики перейдем просто к антидопинговым новостям. И есть такая статья, шведские ученые разрабатывают метод тестирования на кровяной допинг. Не знаю, в какой степени это касается тяжелоатлетов, но что интересно, эта работа велась или точнее ведется уже 13 лет. И ученые уже близки к его завершению. Давайте я прочитаю, чтобы это было наиболее точной информацией. Шведский профессор Мальм рассказал о разработке метода, позволяющего выявить применение аутогемотрансфузии кровяного допинга. В настоящее время установить использование переливания крови с целью улучшения результатов возможно лишь при помощи контроля за паспортом крови спортсмена. Недостаток паспорта в том, что требуется много времени для сбора достаточного количества образцов, а также исключение влияния на общую картину таких факторов, как болезнь или пребывание на высоте. Сейчас мы проводим совместные испытания. Мы уже близки к завершению стадии. Весной был сделан шаг от продвинутой исследовательской концепции к фактическому выпуску проекта на рынок. Как только мы закончим, уйдет какое-то время, пока Всемирное антитопинговое агентство ВАДА введет его в действие. То есть эта разработка уже находится практически на завершающем этапе. То есть мы можем в ближайшие месяцы или годы получить новый метод исследования выявления спортсменов на допинг. И в этом месяце вышел отчет Русады о проведенной работе с начала этого года, где она сообщает, что с января по июль было выявлено 151 случай возможного нарушения антидопинговых правил. Что за первые 7 месяцев 2019 года было выявлено больше случаев нарушения спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год. И что за эти 7 месяцев было проведено 6,5 тысяч допинг-тестов, где взялось 7 с лишним тысяч проб. И также Русада сообщает о том, что есть очень многочисленные нарушения по доступности к проведению тестирования. И где она сообщает вот такие факты, что с января по июль было выявлено 201 нарушение правил доступности для тестирования. В 143 случаях речь идет о пропущенных тестах и в 58-е о непредставлении, предоставлении информации о местонахождении. И в частности, вот я не стал говорить в тех новостях, которые вышли, есть спортсмены, вот наши штангисты, которые были дисквалифицированы, в частности, именно вот по вот этим случаям. И для тех, кто интересуется Италией, итальянской сборной, все-таки на международной арене есть сильные итальянские штангисты. И есть такая вот новость по поводу участия их в Токио-2020. В августе парламент Италии одобрил закон о реформе системы национального спорта. Этот документ передает правительству основные полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков. Это противоречит правилам Международного Олимпийского комитета о том, что правительство не должно вмешиваться в работу Олимпийского комитета. МОК может отстранить Олимпийский комитет Италии, а значит итальянских спортсменов, которые не смогут участвовать на Олимпиаде 2020 в Токио под своим флагом. А также МОК может лишить Италию право на проведение зимней Олимпиады 2026 года. Так что вот такой вот дамоклов меч занесен над итальянской сборной. Ну и теперь от антидопинговых новостей можно перейти просто к новостям, касающихся нашей сборной России. И есть вот новость по поводу чемпионата мира в Таиланде. Пистаревский озвучил заявку список наших участников мужской сборной. В заявку включены Максим Коноплев, категория до 67, Сергей Петров, ну я не буду говорить до, просто цифры 73, Виктор Гец 81, Роман Чепик 89, Егор Климонов, Хитак Хугаев до 96, вот уже есть замена, Александр Кибанов до 102, Родион Бочков, Давид Беджанян, Тимур Нанев до 109, вот тоже трое, один из них уже отстранен. И Руслан Албегов и Антоний Савчук, оба свыше 109. То есть мы видим, что вот трое троих отстраненных уже из этого списка можно вычеркивать. И то же самое есть касаемо женской сборной. Состав женской сборной сообщил Аниканов, он является старшим тренером женской сборной. В заявку вошли Надежда Панова, категория до 45, Кристина Соболь 49, Светлана Ершова 55, Александр Козлова 59, Тима Туреева до 64, вот она одна только, к сожалению, заменить ее пока неким. То есть в заявке второго участника нет. Анастасия Анзорова до 71, Мария Вострикова 76, Екатерина Катина 81, Ксения Пасхина 87 и Татьяна Каширина свыше 87. Кто-то вспомнит про Анастасию Романову, которая является опытной, статусной спортсменкой, она уже является чемпионкой Европы. И ранее сообщалось, что после чемпионата России она залечила травму, а вот сейчас есть такая информация, почему она пропускает чемпионат мира, это в связи с тем, что переходит в новую весовую категорию, олимпийскую, категория до 76, где ей необходимо адаптироваться. Где и здесь вот в статье сказано, что на чемпионате Европы 2020, который пройдет в Москве, Романов рассчитывает опять проявить себя. И есть такая информация, правда, двухнедельной давности с лишним, я вот ее увидел только сегодня, разместил сразу же на сайте тяжелоатлетики в форуме. Называется она «Хабаровский край готов принять сборную РФ по тяжелоатлетике перед Олимпийскими играми», где говорится, что Максим Агапитов посетил «Хабаровский край» с рабочим визитом, посмотрел на зал тяжелоатлетики, который находится в спортивном стрелковом комплексе в самом Хабаровске. И вот его слова из статьи «Мы поддержим инициативу региона по проведению соревнований всероссийского уровня, а также готовы рассматривать край для подготовки сборной команды страны к Олимпийским играм». И дальше из статьи «По информации регионального Министерства физической культуры и спорта в Хабаровском крае сформирована хорошая спортивная база мирового уровня, которая готова принять национальную сборную по подготовке к Олимпийским играм». Теперь о новостях тоже Федерации тяжелоатлетики России, но ветеранов. И касаемо соревнований, будущих соревнований в ноябре, Кубка России, который пройдет в Екатеринбурге, на сайте Федерации пока еще не размещены фотографии, будут размещены в понедельник, но в социальной сети уже есть в группах сайта мер тяжелоатлетики уже есть фотографии медалей, поэтому, кому интересно, можете посмотреть, они такие же большие, красивые. И что касается положения, оно также будет размещено в понедельник с синими печатями, поэтому, у кого есть принтер или кому нужно, можете пересылать в свои административные участки для того, чтобы, по мере необходимости, чтобы вам отпуск дали с работы или же оплатили проезд, потому что некоторым участникам в некоторых регионах наконец-то стали лояльно или, скажем так, внимательно относиться к ветеранскому спорту и некоторым оплачивают затраты, которые они тратят при поездках, например, Бугульма, Екатеринбург, Тула. И, соответственно, при размещении положения о соревнованиях будет открыта электронная регистрация, предварительная регистрация участников с введением таблицы, списков участников по весовым категориям и возрастным группам. И есть еще одна информация касаемо ветеранов тяжелоатлетики, а точнее группы «Мастерс», как это называется в международной практике, сейчас проходит чемпионат мира в Монреале, Канада с 16 по 24 августа. И есть ссылка на прямую трансляцию на самом сайте Федерации ветеранов тяжелоатлетики России и в группах социальных сетей Федерации ветеранов тяжелоатлетики России. Далее перейдем в раздел «Касаемо тренировок». Тема «Вопросы по тренировкам от читателей сайта». Здесь был размещен ответ на вопрос, озвучивая его, реально ли отрабатывать рывок и толчок в тренажерке без помоста, где нельзя бросать штангу и прогрессировать. Этот вопрос очень актуален, потому что молодежь, которым 20-25 и более лет, которая попробовала, что такое тяжелоатлетика, и это им становится интересно, нравится, они хотят заниматься. Но, к сожалению, вот те спортивные залы и учреждения, которые у нас существуют, которые специализированно занимаются подготовкой тяжелоатлетов, они нацелены на, как олимпийский вид спорта, на участие в соревнованиях, и продвижение этих спортсменов, ну, скажем так, к олимпийскому пьедесталу. И вот эти спортсмены, ну, скажем так, люди, которым 20-25 лет, для этого возраста уже поздно, и поэтому такие вот спортивные учреждения уже не заинтересованы. И вот такие молодые люди вынуждены идти в кроссфит-залы, в тренажерные залы, и не всегда даже, казалось бы, спортивные учреждения, где отведена зона, как кроссфит-зона, нет такой возможности бросать штангу. Потому что кроссфит подразумевается, это не только рывок-толчок, но и, ну, просто многочисленные такие упражнения, там, гребля, подкидывание мяча, или, там, прыжки, которые не создают ни ущерба, ни какой-то дискомфорт для тренировок. А тяжелая атлетика – это поднял-бросил, поднял-бросил. И не всегда, казалось бы, оборудованные места готовы вот к таким видам тренировок. И сами места, и администрация. Подходят, жалуются и просят либо не греметь, либо поменять спортивный зал. Переходим в раздел «Травмы лечения профилактика», где я разместил видео из YouTube, канал называется «Heavy Metal Gym». Название видео – спецупражнения при боли в спине. И мне очень понравилась подача, ролик всего 6 минут, где показаны упражнения для того, чтобы снять боли в спине, либо идти к восстановлению, потому что, может быть, немногие знают, у меня была и есть протрузия поясничного отдела, и мне пришлось очень долго восстанавливаться. Когда я захотел вернуться, ну, понял, что необходим мышечный корсет для того, чтобы прошли боли в спине. Я не мог больше 30 минут ходить или стоять, особенно стоять в очереди. И для того, для восстановления я использовал, находил в интернете всевозможные упражнения, и за счет них восстанавливался. Ну, это был как один из этапов восстановления. И вот на этом канале я просто полюбопытствовал, думаю, что за упражнения будут показаны. Может быть, я чего-то не знал или упустил. Но есть такие упражнения, которые я, например, не использовал, которые, может быть, мимо моего взгляда как-то прошли. Но есть такие, которые как раз и позволили мне прийти к восстановлению. Поэтому очень рекомендую. А проблемы вообще с грыжами, протрузиями, ну, не то, что у всех спортсменов-штангистов или спортсменов, которые занимаются силовыми видами спорта, все-таки, когда это касается физкультурного такого отношения, здесь, я думаю, не может быть каких-то побочек. Но если когда спортсмен добивается уровня мастера спорта и выше, то в любом случае есть такой определенный процент спортсменов, которые с этим сталкиваются. Далее в разделе «Спорт и организм» я разместил видео канала «Evolution Yeti». Называется «Перетренированность. Симптомы и анализы». Ну, тут, в общем-то, из названия все понятно, поэтому ничего рассказывать не буду. На этом канале все подробно рассказывается о тех ощущениях, которые вы испытываете или можете испытывать, и что это означает, и как дальше следовать. Далее в разделе «Питание, фармакология, допинг», в разделе «Спортивное питание», где есть такой разделчик «Характеристики теста-обзора». Я разместил видео с канала «Генетик» в Ютьюбе. Называется «Ярость в порошке. Мощный предтреник Рэйдж 2.0». Где основатель этой компании сам рассказывает об этом предтренике, рассказывает о составе, ну и все остальные характеристики. Далее в разделе «Фармакология» я разместил видео, канала «Веселая наука», всего 5 минут, называется «Влияние приема витамина Д на андрогенный профиль мужчины», то есть на выработку собственного тестостерона. Далее раздел «Спортсмены». И я с большим интересом посмотрел видео на канале «Олимпик», называется «Где они сейчас?» «История Матиса Штайнера». Это олимпийский чемпион 2008 года и в этом видео показана вот еще раз та история, которая привела его к победе на Олимпийском помосте, затронуты те события, в которых он жил при подготовке, и в том числе та вот деятельность, тот образ жизни, который ведет он сейчас. Ну и, пожалуй, на этом все. Прежде чем закончить, я еще хочу сообщить одну новость, а точнее просьбу к каким-нибудь командам или ответственным лицам в регионах, в администрациях, в городах, которые занимаются развитием тяжелоатлетики, присылайте мне на электронную почту, я ее буду оставлять внизу каждое видео, присылайте мне на электронную почту какие-нибудь сообщения ваших мероприятий, соревнований, я их буду также освещать и тем самым помогать развитию спорта в вашем регионе. На этом все, спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.